На украинских боевых разведывательных машин вблизи Артёмовска ждёт приказа из Киева. В полдень президент Пётр Порошенко в своей администрации собрал руководителей силовых ведомств Украины. Совещание проходило за закрытыми дверями, но около двух часов дня по местному времени, как заявили в Генштабе, верховный главнокомандующий отдал приказ начать отвод 100-миллиметровых пушек. Но если 15 февраля Порошенко в прямом эфире приказывал силам так называемой антитеррористической операции прекратить огонь на Донбассе, сегодня об отводе тяжелого вооружения сообщили лишь информагентство, а на пресс-конференции рассказали о достижении перемирия на Востоке. Вторые сутки подряд мы наблюдаем уменьшение количества и интенсивности обстрелов. Мы приближаемся к главной цели – исполнению первого пункта минских договорённостей о прекращении огня. Сейчас создаются все условия, чтобы мы могли приступить к выполнению второго пункта, а именно к отводу тяжелого вооружения. Представители киевской власти, используя различные предлоги, очень часто совершенно необоснованные, в значительной мере саботируют реализацию минских соглашений. И это мы сейчас видим на примере отвода тяжелой артиллерии. Ведь, по сути, основополагающим, ключевым минских соглашений было то, что обе стороны, придерживаясь вышеуказанных документов, начинают действия по их реализации. И видим мы совершенно обратное, когда киевская власть заявляет о том, что мы начнём делать что-то только в случае, если противная сторона будет следовать тем или иным путём. Позже в украинском генштабе заявили, что пока речь идёт о первом этапе отвода тяжелого вооружения, в течение суток на 25 километров от линии соприкосновения должны убрать артиллерийские системы, рапиры и гаубицы. Для украинских военных это фактическая линия фронта. Для ополченцев рубеж, закреплённый ещё в сентябрьских соглашениях. То есть в итоге буферная зона должна быть ещё шире. Но украинская сторона добавила, что в случае, цитата, попыток наступления, график от водотехники будет скорректирован. Пока Порошенко в Киеве встречался с президентом Международного комитета Красного Креста, его советник Михаил Саакашвили, объявленный в родной Грузии в розыск, и первый вице-спикер Верховной Рады поехали в Вашингтон выпрашивать военную помощь. В списке, который, по словам бывшего коменданта Майдана Порубия, был согласован с украинскими силовиками, передали президенту США. В нём высокоточное летальное оружие, противотанковые ракетные комплексы, а ещё радары и беспилотники. Соблюдать мир, похоже, не собирается лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Дмитрий Яр заявил, что будет добиваться для своих соратников должностей в генштабе и совбезе страны для командования военной операцией в Донбассе. За ним до сих пор тысячи вооружённых боевиков, готовых отправиться на фронт. А пока подконтрольные киевским силовикам территории Донбасса живут по законам военного времени. Там создают комендатуры. Президент Порошенко сегодня подписал соответствующий указ. Военно-гражданские администрации откроются в Луганской и Донецкой областях. Работать в них будут военные представители спецслужб, вплоть до избрания новых властей в этих регионах. Эксперты связывают это решение с тем, что там наблюдается катастрофический уровень преступности. А бывшие руководители попросту пустились в бега. Виталий Каченко, Наталья Литовка и Екатерина Клоницкая. Первый канал.